Я уже более-менее в интернет секторе старик То есть я уже 12 лет этим занимаюсь И в Австралии, и в Европе, и в России, и так далее И когда Денис меня спросил немножко думать об ошибках Я столько-столько завершил ошибок в жизни Что хорошо, что он сказал Давай только отфильтруй все, которые связаны с маркетингом Тогда хоть чуть-чуть стал список короче В общем-то, хотел бы 3-4-5 коротких таких общих Fatherly advice дать Был у меня друг в Амстердаме Который очень успешный бизнес создал веб-девелопмент Один день он поставил столик пинг-понг Пинг-понг, вот эта игра, да? А после этого ее компания банкротилась Потому что все весь день играли пинг-понг Там был конкурс и так далее И в принципе поэтому не поставьте вашим компаниям пинг-понг Или если он уже там, потихонечку его уберите Моя ошибка в Голландии была У меня был в 2007 году консалтинговый бизнес И я начал там нанимать 15 друзей И они все очень были умные, из разных фирм Прекрасно знали интернет-маркетинга А мне как-то, ну я пришел в офисе Вот этот там красивенький офис Все сидели, читали журналы трудные про маркетинга А сказали, а зачем нам поднять трубку, чтобы звонить клиентам? Это же так, это для сейлзов Мы консультанты Поэтому там я потерял столько денег Что можно было сто стартапов как-то профинансировать маленьких Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, когда вы занимаетесь рекрутментом Тоже будьте осторожны с этими venture capitalists Потому что были случаи, что у меня была компания Каких-то ребят появились И хотели там долю брать И я полностью забыл про бизнес сам И начал этим людям там, ну прочитать очень такие длинные договоров Договора И, ну опять, большая ошибка Потерял кучу денег и так далее Что я делал хорошего? Ну хоть кое-что там в жизни сделал Но об этом сейчас не идет речь Тоже важно Вдруг тебе нанимают в каком-то очень большой корпорации На высокой должности Обязательно, когда тебе обещают долю фирмы Нанимай, не жалей там хорошенький юристик Который там аккуратненько смотрит договор Потому что там могут быть всякие неожиданные случаи Что ты, допустим, не получаешь рабочую визу Как иностранец И тебе долю фирмы Там, которая стоит много миллионов Как-то день до окончания сделки Или периода Могут как-то убрать Ладно, это все такие деловые Предпринимательные советы Один последний еще беру Будь осторожен, когда ты работаешь на кого-то И ты хочешь менять профессию Ну не профессию, а работу Не возьми русских олигархов Это очень сложно Они там кричат Бросают айпэды против стены И так далее И, ну, не рекомендую Хотя, может быть, парочку там хороших Но у меня с этим опыт другой Моя подруга Эстер Дайсон Говорит очень красиво Always make new mistakes Я люблю вот этот моту Потому что если ты делаешь хоть новые ошибки Завершишь Это значит, что ты хоть инновейтор Ты инновационно занимаешься И старые ошибки все могут делать Но новые ошибки Значит, никто еще таких ошибок вроде бы не сделал Китайцы говорят, что покупай Если нет у тебя проблем Покупай их с последними деньгами Короче, я думаю, вы тут не пришли Чтобы слышать от старика Что он там все неправильно сделал В общем-то А просто по маркетингу Хочется понимать Кто тут именно занимается С интернет-маркетингом? Или вообще с маркетингом? Я вижу... О! А, окей! Ну, не зря тогда тут Ну, я бы сказал следующее Давай начнем с контекстовой рекламы Прекрасный Яндекс Прекрасный Гугл Когда ты в какой-то момент в организации Где уже сидит команда Которая занимается контекстовой рекламой Обязательно придется тебе копать глубоко в деталях Потому что контекст война Выигрыш только с технологией хорошей С хорошими скидками И с хорошим, скажем, глубокое знание Именно в этих словах Когда ты думаешь, ну, это же в принципе Ну, не надо там нанимать суперзвезд Просто клики есть, конвертация есть Ты не прав Там обязательно придется очень глубоко копать Это скучно для некоторых Но для быстрозвающей фирмы и так далее Обязательно, ну, резервируй там несколько дней Чтобы глубоко копать в этом Может вообще сдай вот эти экзамены Гугловские или Яндексовские Или просто нанимай человека Который действительно топ-топ-топ Не жалей денег И тоже не жалей иногда брать Просто как свежий взгляд Там из других агентств Какой-то там аудит Аудит, который просто проверяет И говорит, вот Там нужно вот это улучшать и вот это Обязательно требуя Когда ты дашь задачу таким Ну, экспертам внешним Обязательно проверяй просто Ну, рекомендации этого человека Плюс квантифицируй цели Скажи там, окей Я хочу к концу аудита Понимать, на сколько процентов Я могу улучшать конверсию Еще более интересно, наверное Дать такому специалисту задачу Что часть его награждения Будет связана с экономой В принципе, в России, допустим Много балованных агентств Они не любят вот такого Они как-то там Садят на бюджет Там, если ты аутсорчишь контекст И все Рекомендую контекст рекламы Иметь in-house В принципе, есть очень много Интересных платформах Efficient Frontier Западный тул такой Не самый дешевый Который именно Управляет контекст рекламы С точки зрения Rule-based Portfolio-based Optimization Я не буду сейчас это Обсудить Но Там будь осторожен Что твои люди Которые именно занимаются Такими платформами Получают Отличный тренинг Потому что если нет Ты просто пользуешь тул Кучу денег тратишь Ничего не отдаст Это все В принципе, там Не забудьте еще Получить хорошие скидки Есть всякие тропинки Как можно Ну, на Яндекс понятно Агентские скидки там Клиентские скидки Но даже с Гуглом Можно пробовать Получить скидки Правда, это не сам Гугл Но уже через там агентство Я помню У меня В Америке Нет В Европе был Бюджет Не маленький 76 миллионов долларов Я сказал Гуглу Ну, давай хоть Один процент скидку Нет Не хотели дать Забавно Давай дальше Это было все Что связан с контекстом Кроме одного дела У меня Я руководил Некий русский Лидирующий интернет-магазин А заметил Что Калькуляция ROI Был немножко неправильный Во-первых, его полностью Он отсутствовал тогда Это было в 2008 году Там обязательно Смотри еще на маржи Там был огромный оборот Из электроники И там, конечно, другие маржи Чем если там оборот Из книг Или от книг Посмотри, пожалуйста Один раз А до я Я уверен, что все это уже сделали Но просто Насколько Ты считаешь Ты рентабельный С точки зрения Привлечения клиента Или ты-то, может быть, забываешь Какие-то расходы Которые связаны С кулцентром Или там С курьерскими доставками И твой маркетинг В минусе Это такие базовые рекомендации Но я видел Очень умные Большие фирмы Которые именно Завершили такие ошибки Это все про контекст Есть вопросы? Пока нет Отлично Продолжим Аффилиат маркетинг Партнерские программы Хочу там рекомендовать Вот Аффилиат маркетинг Это действительно партнерство Ты там Привлекаешь клиенты За риск и страх Издателя Я бы рекомендовал Будь шедрыми С аффилиатами Потому что аффилиаты Они принесут Там кучу продаж А если ты начинаешь Там умничать И очень сильно торговаться И там Выжимать все последние соки Да Короткосрочно Это хорошо Но в какой-то момент Они выпрыгнут К конкуренту И начнут там Привлекать продажи Поэтому Don't be too stingy Обязательно Хотя это в России Или на Украине Не так еще развито Но когда Я в Европе Отвечал за Европейский маркетинг Я видел Что очень хитренько У агрегаторов Аффилиатских Партнеров Был Юридическое условие Что Ты имел Как это сказать У тебя был сотрудничество С вебмастерами Эксклюзивно Через них Вот такое Такое условие Удали из контракта Это очень неприятно Ты сидишь В браке А конкурирующие агрегаторы Ты не можешь Пользовать Потому что там нету Ну потому что Ты не можешь Работать С этим Есть кстати Маленькая тропинка Как избежать Из этого Если у тебя уже Это в договоре Есть Но это сейчас Немножко технично Не скажу Интересная ошибка Еще связана С аффилиат маркетинг Это вот эти там Дедупликации У тебя Стоит Какая-то Трекинг система И аффилиаты Они очень умные ребятки Они могут Всегда там Привлекать продажи И в последние секунды Отрегулировать Это К ихним Ну Как это сказать По-русски Нет Я попробую Куки Ну вы знаете Там в принципе Бывает случай Что ты хочешь там Платить аффилиату Оказывается Что ты платишь За одну транзакцию Несколько аффилиатов Это плохо Для этого Есть такие Тэг CMS Как Tagman В Америке Tagman.com Или там Может быть Твои атишники Могут что-то делать Это все Пока про Аффилиат маркетинг Поиск оптимизации Не будь Слишком Жадно С точки зрения Покупки Там Обратные ссылки Google Или Яндекс Могут тебе Выкинуть С системы Сколько у меня Время еще Три минуты Да Окей Ну тогда Давай уже К человеческий фактор Когда ты занимаешься Там С С С работой Обязательно Нанимай Правильных Топ-менеджеров Я видел Как Компании Были полностью Уничтожены Из-за того Что Брали Человек Который Допустим Из оффлайновый Бизнес Прекрасно Понял Там Математику А сам Концепция Онлайн Не понял Если ты Смотришь Обязательно Обязательно Это Это Самый Главный Кстати Совет Смотри На твой Сайт На Юзабилити Оптимизации Конвертации Даже на Странички Приземления Лендинг Пейджис Вот это Твой скрытый Шанс Огромно Снижать Твою стоимость Прилечения Заказа Я видел Сейчас В некой Компании Где Проверял Там Лендинг Пейджис Вообще Мы Миллионы Евро Экономили Из-за То Что Мы Просто Смотрели Правильно На Страниц Как Их Можно Улучшать С точки зрения Конвертации Это Вообще Можно Отдельный Кейс Стадий Такое Делать И Всем Рекомендую Еще Не Пропустите Шанс Пользовать Ретаргетинг Ретаргетинг Есть Компании Которые Там Именно Занимаются Этим На Условах Сипи О Кос Пор О И Это Действительно Ошибка Если Ты Не Будешь Пользовать Эту Технологию Сейчас Ну Короче Время Прошло Уже Так Быстро Да Денис Спасибо За Внимание Продолжение следует Продолжение следует